В Алматы в эти праздничные дни некоторые участники Великой Отечественной встречали у себя дома Акима города. Ирбулат Дусаев заглянул героем войны и поздравил с Днём Победы лично. Впрочем, в этот день каждый алматинский ветеран смог участвовать в торжественном мероприятии у Вечного Огня. Ветеран Шенгирей Женебеков попал на фронт в 18. Участвовал в освобождении Полтавы, Кривограда, Кременчука. День Победы встретил в Австрии, а сегодня в уютной квартире встречал Акима города. Ирбулат Дусаев назвал путь фронтовика примером для молодого поколения. Вы подарили нам мирное небо, долгих лет жизни вам. Я обязательно приеду через два года на ваш столетний юбилей. А это Александр Журавлёв служил в гвардейской артиллерийской бригаде разведчикам. За воинские подвиги получил ордена и медали различной степени, который с гордостью показал своему гостю. Ирбулат Дусаев же выразил благодарность за подвиги и героизм ветерана. Хотел бы от всей души поздравить вас. Спасибо большое за внимание. Низким поклоном за все, что сделали для нас, за этот мир, который мы, может быть, мы еще осознаем. Глава города поздравил еще одного ветерана Кайрлы Жонкабаева. Сегодня в Алматы он единственный доживший до наших дней панфиловец. Участники войны делились воспоминаниями о прошлом, шутливыми рассказами и добрыми пожеланиями мира и согласия нашей стране. В мегаполисе осталось всего 75 ветеранов Великой Отечественной. И каждый из них в этот праздник получил должное внимание и поддержку. Ирина Камышова. Итоги дня.